вот ямочки вот крестец и вот так пошла тазовую кость соответственно давай сделаем правосторонний да вот этот скульпс а здесь будет лево-сторонний скульпс а можно повыше пациенте а закатать можно вот это грунтополистический переход будет у нас левосторонний сколиоз ну дальше как бы выравнивать сосуды компенсируют друг друга да вот эти участки значит по нашей логике что нам нужно у нас один рисунок для всех случаев вообще да что было видно если какие-то позвонки один или несколько вышли влево то мы толкаем в противоположную сторону и по направлению к голове а выше этого позвонка мы растягиваем все с той стороны растягиваем как бы готове место куда ему войти значит ложись теперь узнаю зубачок то есть еще одна нога вот сюда берем за ногу расшатываем и щупаем над позвонками под позвонками крестец если надо тяжело можно в живот себе перед крестец поясницу это одновременно мы и массируем и тестируем проверяем где на поворот ходит позвонок или нет соответственно угол меньше делаем это уже крестец угол больше тоже где подвижность есть где может позвонок с 12 сильно где-то там может какая-то мышечный тяж от него тянется да все это нащупали заодно и промассировали да теперь обе коленки вместе 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 вот и смотрите как таз расположен я вот так вот раз и уже видите таз под углом по рисунку видно да а сюда будем соответственно давить сверху вот это у нас рычаг большим пальцем тенером большого пальца даем вниз продавить до почувствовала да теперь переходим к вот этому переходу здесь надо наоборот растянуть сверху для этого нам поможет подушка подушки у нас незаменимая 3 комиссии чуть-чуть под себя подложим как раз под вот это место подкладываем подушечку поза та же самая нижняя нога прямая верхняя согнута прямая вот немножко подготовим человека рассмотрим дополнительно в этом зажмем кулак я зажимаем а ночью поднять сюда значит это рука в кулаке поскольку помьет худой кулачок да мы бедром не сможем спросить подождать палочку любую палку да вот на тарзанку так отсидимся держи вот так не начинает тазом назад не вытягиваю любые волосы тяги хорошо тянется так что какие-нибудь инструменты у нас тоже незаменимы так и получается нам надо будет их толкать вверх для этого мы растянули уже здесь теперь тянем вот так вот по диагонали обоими руками лучше ладонь на 1 поле так сильнее просто пальчики слабенькие цены подзвонки и просто может положиться там вот ее раз раз потянули и в противоположную сторону таз туда и мы захватили уже вот так вот весь в другую сторону и то же самое 1 2 и это был способ 13 вот он за иллюстрирован да подушка протянули потолкали за руку за таз в разную сторону потом за ребра за ребра получается растянули а снизу пальчиками толкаем вверх и еще один способ получается 14 14 когда человек лежит наоборот это рука не вперед а назад назад за воде да можно на подушке и мы толкаем соответственно тут больше для таза толкаем в противоположную сторону видите таз до этого запомнить все время мы толкали таз на это вперед называется флексия теперь мы на экстензию назад толкаем таз это вот именно для таз можно так потолкать можно вот так толкнуть то есть бедро на себя а таз туда то есть конкретно таз в разную сторону то есть чтобы его задвинуть вниз если он приколит вверх да это такой нюанс 14 способ ну и у нас остались 10 и 11 на полу вставай на полу покажем